МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это шоу Пираньи. Нас обвиняют в том, что мы чересчур хищные и непредсказуемые. И это правда. Не будь я Андрей Шабанов. Сегодня в Пираньях. Наколотые свиньи. Правда ли, что в украинском мясе нашли убийственные гормоны? Современное искусство продавать. Как заработать на крашеной лапше? Друзья, что-то странное происходит со мной. Честно говоря, не понимаю. Вроде же сегодня ел свининку только. И такая бабка на базаре хорошая, такая добрая, сказала, хорошее мясо, домашнее. А не его ли Россия запретила возить на свою территорию из-за какого-то странного гормонального препарата, вызывающего какие-то странные симптомы? Кхе-кхе-кхе. Удушья. Срочно отправляет свою пиранью Филонову на свиноферму. Пусть узнает, чем на самом деле накалывают там наших родных, украинских свиней. Я крайне возмущена. Россия боится есть украинскую свинину и не разрешает ее завозить. А мы что, спокойно будем ее есть? В интернете я нашла много информации об этой гормональной добавке. Рактопамин. Даже слово какое страшное. Так вот, если очень много этого страшного вещества добавляли в корм свинке, она вырастет большая-пребольшая. А мясо ее будет таким вредным, что от одной порции шашлыка из такой свинки у человека заболит голова, сердце, печенка. И даже, о ужас, может случиться удушье. Я должна выяснить, правда ли, что этим рактопамином кормят украинских поросят. Конечно, мне этого просто так никто не расскажет. Я лично проверю. Устроюсь работать на одну из крупных свиноферм. И либо узнаю страшную тайну, либо спасу честь наших поросят. Так, где тут на работу устраивают? Там. Ну, одежда хоть брендовая? Наш весь одежда брендовый. А где перед, где зад? Ну, ладно, ради хрюшек я готова на все. Ну что, раздевайте меня. Я буду проводить исследования под прикрытием, как настоящий шпион. Лена, работай. Перекидай порося в инший бок. Силовины все пидрят, а ты еще поменьше. Ты працюй с уртой свиной, а я пришла, скоро приеду и проверю свою работу. Пока моей начальницы здесь нет, я пойду исследовать хрюшек побольше. Я решила сначала свинок померить, взвесить, а потом отнести замеры к ветеринару. По ним ветеринары определяют, это обычная свинья или наколотая. Привет! Я тебя все равно померяю. Хочешь ты этого или нет? Ну, где-то сто сантиметров. Мамочки! Подожди, мне нужно тебя взвесить, не уходи. Талия у нее вообще прям как две модели вместе. Ой, она мне хвостиком мажет, как собачка, привет. Лена, а что ты робишь? Вот меня и рассекретили. Я решила работать в открытую. Я хочу понять, кормят ее гормонами или нет. Я хочу измерить ее размеры, вес. Но меня голыми руками не возьмешь. Это история, а мне нужны факты. Или чистосердечные признания. Применяю главное оружие. Если я выйду за вас замуж, и мне спросят, кто у тебя муж, я скажу, он свиновод? Ну, ты не хвалюйся, я на самом деле главный технолог. Зарплата хорошая? Ну, хватай. Ну вот, теперь он беззащитен, как дитя. Спрошу еще раз, сколько рактопамина он в корм добавляет. А сколько вы даете своим клюшкам? Не, ну я же, конечно, голубь, а мы не даем ему. Мы не даем ему. Хм, не раскалывается. Стоп-стоп, кажется, я что-то нашла. Ты же сказал, что если гормоны они едят, они будут вот такими большими. Это свиноматка. А сколько она весит? Ну, килограмм 200. Ладно, следующая моя задача – разузнать, из чего делают корм. Это корм. Пойдет на проверку. Это лаборатория при ферме. Они-то точно должны знать, есть ли рактопамин в еде для свинок. А есть какие-то добавки дополнительные? Ну, вот знаете, как в шоколадку, там, Е-322. У нас Е, но только Е пшеница, Е куруч. А бывает такое красненькое, мигают и денджерс. Все зелененькое, все качественное. Но где же тогда гормоны роста? Наша лаборатория не аттестована на определение гормонов. Вот тена. Они не проверяют на гормоны. Тогда нужно попасть на производство корма. Может, там увижу что-то подозрительное. Главное – прикормить мужчину. И все двери для меня будут открыты. Вот мы и на производстве. Это прям как на Байконуре. А что это? А это управление комбикормовым заводом. А мне нравится 50. Куда она ведет? Так, так, так. Ничего не нажимаю. Я узнала, что в составе корма есть ячмень, пшеница и какие-то еще премиксы. Может, это и есть рактопамин? Гормоны – это же очень выгодно. Есть они у вас? Нет. А в хлебе есть? В шоколаде? В мороженом? В жвачке? В корме? В корме нет. Я порылась в мешках, нашла сертификат. В премиксах действительно нет гормонов, а витаминки всякие. А люди могут это есть? Могут. Это безопасно. И вот самый волнующий момент. Начальник решил съесть корм, чтобы доказать, что никаких гормонов на ферме нет. Сейчас посмотрим, будет ли у него удушье или тахикардия. Уже прошло 10 минут, ничего, жив-здоров. Как же еще можно проверить? О, я знаю, возьму я у них мясо на проверку. Вот и посмотрим, может, зря все-таки рассея наших поросят очерняет. Я поработала у вас там с крюшками, поэтому я хочу получить свою зарплату в виде мяса. Это у нас окорок. Можно я вас обниму? Давайте. Все, это мое. Я заполучила свеженький кусочек мяса и хочу его отправить на исследование, проверить его, есть ли тут гормоны или нет. Проверять мясо я отправилась в ветеринарную службу, в самую главную лабораторию страны. Оказалось, все мои замеры свинок были напрасными. Определить, есть ли рактопамин, могут только по мясу. Но какой ужас! Украинское мясо с рынка на этот гормон роста не проверяют. Почему? 99,9% что его нет. По одной простой причине. Рактопамин на территории Украины не разрешен к применению. Его не завозят официально. А нет у нас черного рынка? У нас есть куча людей, которые могут просто взять, где-то прикупить его и привезти себе. Но его цена превышает ту прибыль, которую он может дать. Рактопамин как таковой предоставляет угрозу у нас только в импортном мясе. Рактопамин запрещен в 120 странах мира, во всей Европе и у нас в Украине. А вот в Аргентине, Бразилии и США этим гормонам активно пичкают свиней. Так что нужно опасаться импортного мяса из этих стран. Перед походом к ветеринарам я написала одному человеку письмо. Его зовут Ян. Он сам из Санкт-Петербурга. Он занимается продажей рактопамина и в Украину в том числе. Ян ответил мне, что может доставить в Украину и решить все таможенные вопросы. Именно поэтому я все-таки отдала мясо в лабораторию. Я хочу проверить мясо. Я отдаю на реестрацию документы, а вы оплатите здание из-за счетов комендата. Я пошла оплатить счетик 703 гривны на минуточку. И с нетерпением ждала результатов. Целых три дня, кстати. Специалисты проверили мясо на рактопамин и выяснили, что его там нет, можно смело кушать. Я защитила честь и достоинство наших хрюшек. Для меня осталось загадкой, почему тогда Россия не разрешает завозить украинское мясо. Наверное, здесь другие причины есть. Политические, а не гормональные. Ну, это уже тема для совсем другого расследования. Далее в «Пиранья». Современное искусство продавать. Как заработать на крашенной лапше? Эксклюзив. «Пираньи» первыми нашли пропавшего без вести Константина Меладзе. Все, друзья. Ухожу. Ухожу с телевидения. Ухожу в другой бизнес. Мне стало известно, что пока мы с ужасом ждем обвала доллара и очередной волны финансового кризиса, сильные мира сего уже перешли на новую валюту. И моя пиранья Фил выяснил, что же это за супер валюта и эксклюзивно готов ее показать. Вот они, друзья. Новые деньги олигархов. Шедевры искусства. То баночки с дерьмом, то вот такие, как и маляки. Не знаю, врубаются ли богатей в художественный смысл рубероида или грязных волос, но готовы платить за них миллионы. Так почему бы не впарить им, что попало под видом актуального искусства? Вот так меня и вдохновило. И пока муза не отпустила, я приступил к созданию шедевра. Творить решил прямо из домашнего хлама. В ход пошли и забытые племянником акварелей, и спрей для обуви, и даже стратегический запас студенческой лапши. Но вдохновлялся я ничем попало от Джоконда и великого Леонардо да Винчи. И получилось у меня почти Джоконда. Ну, я же говорю, почти. Попытаюсь-ка я продать мой лапшично-красочный шедевр. В Киеве самое бойкое место торговли искусством – Андреевский спуск. Современное искусство. Приобретаем современное искусство. Только вот вместо искусства лоточники предлагают павлопосадские платки, футбольные шарфики, магнитики да футболки с Доктором Хаусом. Попробую составить им конкуренцию. Вам в спальню будет очень красиво. Приобретайте, молодой человек. Modern Art. Покупайте современное искусство молодого художника. Я сама такое делаю дома. Слушайте, ну как продать? Ну как продать? Парень, тебе надо искать сильного куратора. А вот это идея на миллион. Я воспользовался советом и нашел себе арт-менеджера – авторитетного скульптора Олега Пинчука. С порога стало ясно – Олег умеет конвертировать в высокое искусство даже вот такую живопись с трассы. Как-то он стащил с остановки доску с объявлениями и продал на арт-аукционе за 25 тысяч долларов. Так заработал, какие проблемы? Роскошные апартаменты мастера красноречиво свидетельствовали о его неслабой коммерческой успешности. Думаю, я не прогадал с куратором. Ох, сайбулька, сало. Тебе очень хорошее образное мышление. Чем больше намекаешь, тем больше денег. А что это у вас за кафалок? Сорбись, там вот такие по 15-20 миллионов. Тебе лучше, потому что ты все мигаешь. Мне кажется, что это тонкость бытия. Миганин, ты мне лабочек. Невыносимая. Да. Раз, раз, раз. Куратор уверял, что мой шедевр просто обречен на успех. Ведь он нарисован просто отстойно. Кто мне рисовать, он рисует в переходе. Живень за 120, портреты будут такие, что как живой. А вот, чтобы заработать миллионы, надо вот такое. Но эпатажный Олег не так прост, как кажется. Закусив сальцом, он свободно ведет деловые переговоры на французском. Боже мой, Николя. А вы сюда посмотрите-ка. Да это же он в обнимку с самим Биллом Клинтоном. А тут с Дэниелом Крейгом. Возможно, Олег порекомендует мою работу кому-то из этих ребят. Ну, в будущем. Но пока мы отправились торговать моим шедевром в престижный столичный ночной клуб. Будет пацаны с бабками. Да. Мы поедем туда и продадим. Торговля началась бойка. Лёдчик, Лёня, где кардину покупать? Можно хотя бы там соточку кинуть пацанам на разведе в бизнесе? Да, Лёд. Что не надо? На бабах и ездят конкретно, денег не хочется. Лучшая подружка Клауди Шифер-Наташа, да? Да. А Людмила. А Людмила? Сколько стоит такая картина? Тысяча долларов. Ну, тысяча долларов, конечно, нужно. Пофилософствовать. Хочу купить. Маникюр хороший, я вижу. Есть один доллар. Спасибо вам большое. Олимпийская медалистка Яна Клочкова тоже оказалась не готова к покупке живописи. Яна, Яночка, Солнышко, подожди. Яна удрала поле. Я уж было засомневался в мастерстве моего арт-дилера, но напрасно. Ну что, покупаешь или нет? Хороший какой-то стилип. Поглаваться экзистенциалист. Ну, вообще-то я хотел бы трёх, но не меньше двушечки. Ну, нормально. Ну, молодец, красавец. Четыре двести. Мамма-мена. Нормальный пацан. Держи. Картина твоя. Офигеть! Благодаря крутому куратору я впарил свою крашеную лапшу на пятьсот баксов. Вот у меня без дела дома залеживается ещё коллекция дырявых носочков. Забабахаю инсталляцию. И жди меня, Сонбис. На данный момент абонент не может принять ваш девинок. Друзья, вот уже два месяца, как Константин Меладзе сменил свой номер телефона. Я слышал, что даже его кума Женя Власова не знает, как с ним связаться. Я дал своей пиранье Ане очень ответственное задание. Узнать, где сейчас композитор и что с ним. Аня? После трагического ДТП на Обуховской трассе о Константине Меладзе ничего не известно. Вернётся ли он к творчеству и сможет ли возродить легендарную группу «Виагра» в новом составе, именно это я собираюсь узнать. Юристы предполагают, что вердикт по резонансному ДТП будет вынесен уже в этом месяце. Реального срока для Константина по этому ДТП не будет. Он вызвал и скорую, и милицию, дождался приезда, оказывал помощь. Потому что, как правило, в таких ситуациях уезжают. В самом худшем случае, если вина будет доказана, то будет применена 75-я статья и будет условно. Но готов ли композитор вернуться к работе? В шоу-бизнесе ходят слухи, что Константин больше не может писать. Знаете, это трагическая ситуация. Правда, не способствует вдохновению. Такого врагу не пожелаешь. Я не знаю, что думать. Я очень верю в то, что у Костя Милаза всё будет хорошо. Но подопечная Константина, Полина Гагарина, опровергла пугающие домыслы. Вдохновение его не покинуло. Он пишет абсолютно потрясающую музыку. Скоро выйдет ряд новинок абсолютно сногсшибательных. Но больше всего шоу-бизнес волнует вопрос о судьбе легендарной группы «Виагра». В конце прошлого года Константин заявил, что распускает группу. И решил с размахом проводить кастинги новых девушек в формате реалити-шоу «Хочу Виагру». Я жду каждую из вас. Но трагедия помешала творческим планам Константина. Шоу должно было стартовать на телевидении 8 марта. Но этого не произошло. Алан Бадуев, заявленный главным режиссёром шоу, тоже хранит молчание. Нет официального комментария, это всё, что могу сказать. Не знает о судьбе шоу и Анна Седокова, которую приглашали туда тренера. Будет ли шоу? Я не знаю, на самом деле, сложная ситуация сейчас в связи с Костей. Я поддержала, как могла, но буду ли я в шоу, это, я думаю, что уже большой вопрос. Не думаю, что, возможно, мне там нужно быть. Очевидно, пролить свет на ситуацию может лишь сам Константин Меладзе. И я отправилась прямо к нему домой. Я могу прийти к Константину Меладзе? Следующий заезд. Попасть на территорию охраняемого коттеджного комплекса мне помогла маленькая хитрость. Приезжайте, приезжайте. Я попыталась убедить охранника, что пришла на кастинг Константину. Здравствуйте. Я к Константину Меладзе. Он сейчас дома? Нет, поехал на таксинку. А что, не знаете кастинги из Виагры? Он же сейчас проводит. Нет, он сюда не приводит. А что, говорю, мы сюда и хотели, конечно, таких симпатичных. Ну, точно. И на этом охранник меня вежливо выпроводил. Но, хоть мне и не удалось лично встретиться с Константином, шокирующие новости о Виагре не заставили себя ждать. Бывший сопродюсер коллектива Дмитрий Костюк утверждает, что официально не существующая Виагра по-прежнему выступает. Ездит Альбина и, в общем, кто-то из предыдущих составов. На кого налазят костюмы Евы? Свидетели тому российский папарацци.ру. А где же Ева Бушмина? Ева, она уже, так понимаю, на каких-то месяцах беременность. Беременна! Невероятно! Наверное, тайная беременность Бушминой и была причиной роспуска старого состава. Мы это выясним. Но сейчас главная сенсация. Оказывается, продюсеры Костюк и Меладзе уже наперебой собирают аж две новых Виагры. У Дмитрия на носу решающий кастинг. У Меладзе, по слухам, тоже. Собирают в десятых числах девушек шоу под названием «Хочу Виагра». Дмитрий даже выведал эксклюзивную подробность. Похоже, шоу снимают затейники из студии «Квартал 95». 95-й квартал, как мне уже сказали, затевает. Но кто бы из продюсеров не собрал свою группу первым, Костюк заявляет, двух Виагр не будет. Да не будет две существования. У вас права на песню. И название, и права на все, как оказалось. Будет одна. А вторая пускай себе будет. Группа Константина Меладзе, например. Выяснилось, что пока все мы пребывали в неведении, продюсеры начали жестокую войну за легендарный секси-бренд. Костя на меня в суд подал уже. Потому что я не имею никакого отношения к группе Виагра. А Костюк готов выдвинуть Меладзе не менее суровые обвинения. Его команда, я же говорю, наперстки, подлогами заниматься, подделывать доверенности, подделывать договора. Я же говорю, то есть когда это все выйдет наверх, то достанется всем. Так кто же в итоге будет выступать под легендарным именем? А кто станет новыми секс-символами СНГ и попадет в легендарную группу Виагра, вы узнаете в среду и только в Пираньях. Ну а мы вернемся завтра, как снег на голову, февральский, в марте. С вами был Андрей Шабанов. Пока.